Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии Дудин Александр Викторович, генеральный директор Ангарского электролизно-химического комбината. Добрый вечер, Александр Викторович! Мы с вами встречаемся в этой студии первый раз. И хочу сказать, что мы очень много разговаривали с предыдущими директорами комбината о состоянии производства, о социальной политике комбината и многие-многие другие вещи рассматривались. И поэтому узнать вашу точку зрения, что сегодня происходит на комбинате, конечно, очень интересно. Вот после закрытия два года назад на ЭХК сублиматного производства в средствах массовой информации стали активно подогреваться слухи о скором закрытии второго производства, разделительного. Ну и значит, рассуждалось тогда, что, видимо, скоро придет конец и всему комбинату. Вот с какими результатами удалось закончить 2016 год и как вы сегодня можете оценить перспективу комбината? Хорошо. Сейчас я отвечу на этот вопрос. Но прежде всего я бы хотел поблагодарить за приглашение в вашу студию, за возможность обратиться к нашим землякам, к ангарчанам, особенно вот в преддверии праздника 23 февраля, Дня защитника Отечества. Хочу поздравить всех мужчин, всех тех, кто причастен к этой нелегкой работе, и вот к защите Отечества, и вообще всех мужчин, и сказать, что вот для меня лично вот эти вот слова, как тяготы лишения воинской службы, что связано вот с этими всеми вопросами боеготовности ежедневной, это не пустые слова. В свое время я служил в срочную службу, два года провел вот в мотоцерковых войсках, и поэтому это мне все близко и понятно. Ну то есть я вот наших мужчин, уважаемых, поздравляю, всего доброго желаю, всех благ, успехов и ясного неба над головой. Теперь что касается вопросов, вы знаете, Анатолий Алексеевич, вот когда я слышу вот такого рода вопросы, касающиеся закрытия нашего комбината, у меня всегда на памяти всплывает шутка Марка Твена, которую я бы хотел сейчас перефразировать и сказать, что слухи о нашем скором закрытии сильно преувеличены. На самом деле это не так, конечно, далеко не так. Ну вот я хочу поподробнее рассказать немножко об этом. Ну то есть вот по итогам 2016 года, на сегодняшний день, мы имеем что? Мы имеем экономически эффективные предприятия. То есть достаточно того сказать, что наш доход, вот мы который сгенерировали по итогам 2016 года, составляет более 5,5 миллиардов рублей. Производительность труда 6 миллионов рублей на человека в год. Чистая прибыль у нас, значит, порядка полутора миллиардов рублей также. Вот налоговое отчисление во все уровни бюджетов у нас составляет 1 миллиард 490 миллионов рублей. То есть, ну я думаю, что мало таких предприятий, кто может такими цифрами платиться, правильно? Конечно. Вот. Могу добавить еще, что у нас сформирован бюджет на этот год. В бюджете очень четко написано, прописано, что заказ наш, предполагаемый доход, он такой же, как и в этом году, ничуть не меньше. Прибыль точно такая же. Будем платить зарплату неплохую, будем зарплату индексировать, социальные программы выполнять. Более того, добавлю, что вот есть у нас экономический расчет на 3 предстоящих года, до 2019 года включительно. Кроме того, есть расчет наш экономический, наше видение нашей работы и до 30-го года включительно так же. Вот. На сегодняшний день можно даже так немножко похвастаться. Вот наша себестоимость среди 4 предприятий нашего цикла, вот разделительные предприятия, это Новоуральский комбинат, Северский комбинат, вот Красноярск, наша самая низкая себестоимость. Почему это произошло и как это было достигнуто, за счет чего? Ну, усилия коллектива, поиск возможностей оптимизации производства, снижение потерь, внедрение системы ПСР, такое известное достаточно. И потом есть ряд объективных обстоятельств. Первое, это то, что мы имеем региональные тарифы на электроэнергию, которые ниже, чем у обычных предприятий. Это факт, ну, известный, допустим, да. Хотя они и не сильно ниже, но, учитывая то, что вклад электроэнергии в нашу себестоимость очень высокий, ну, много занимает, так сказать, большой процент, больше 20%, поэтому влияние на себестоимость существенное, да. И второе, одно из тоже главных, это то, что мы работаем сейчас, перерабатывая отвалы прошлых лет. То есть, это, если помните, была такая история, что ли, экологическая тема, что вот отвалы, которые там загрязняют площадь там и так далее, что это отходы, на самом деле, да никакие не отходы, мы всегда так говорили. Это сырье, которое в определенных условиях экономических может быть использовано для того, чтобы переработать, продать, реализовать, получить за это дело деньги. Вот на этом основан наш оптимизм. Понятно. Ну, еще одна тема, которая обсуждалась активно когда-то в обществе, когда пошли все эти разговоры, это развитие неядерных производств на комбинате. То есть, замещение, так сказать, того, чем вы занимались всю жизнь. Так вот, много об этом говорилось, много писалось, но, как говорится, осыны не там. Как обстоят дела в этом направлении? Будут ли на комбинате открыты в ближайшее время какие-то неядерные производства? Вот вы совершенно правильно задаете вопрос. То есть, не только замещение, правильно замещение, конечно, но и есть вопрос серьезнейший. Это вопрос, как бы, разнообразия работы, разнообразия бизнесов, диверсификация, так называемая. Для нас это важнейшая история, тема на самом деле важная. Вот я уже полгода работаю на комбинате, вот я с июля пришел. И чем больше в эту тему погружаюсь, тем больше глубже понимаю, что эта тема требует ускорения работы с ней. Хотя на самом деле есть определенные успехи. Мы за эти полгода наработали порядка 10 новых проектов в добавление тем четырем, которые мы уже реализовывали. И на самом деле это очень сложная история. Почему? Потому что это не просто ты в интернет обратился, какую-то информацию оттуда взял, или из какой-то книжки, или журнала, из газеты, и вот давайте вот это будем развивать. Конечно же, не так. Это требуется, во-первых, мы для себя сформулировали критерии, по каким мы отбираем проекты, которые нам годятся для реализации. Во-вторых, необходимо пройти достаточно длительный процесс экспертизы, отэкспертировать этот возможный проект. То есть получить, сначала провести первичное исследование, потом получить одобрение топливной компании, затем госкорпорации, получить инвестиции, разработать проект. Это длинная такая история. С одной стороны, это, казалось бы, плохо, долго все это реализуется, но с другой стороны, вот такая процедура, она предполагает минимизацию ошибок. Потому что инвестиционный ресурс, он ведь тоже не бесконечно ограничен. Ты вложился, например, никакой отдачи не получил, деньги потратил зря получается. Вот чтобы такой ошибки не было, такой длинный процесс. Но это я рассказываю для того, чтобы просто нашим зрителям и работникам комбината нашего, который нас смотрит, было понятно, что на самом деле это такая непростая история, сложная. Но тем не менее, вот несмотря на эти сложности, мы в прошлом году реализовали вживую первый проект. Это производство ангидрида, трифтор, метан, сульфа, кислоты. Это на самом деле, мы его раньше делали, этот продукт, выпускали его до 2009 года. Теперь мы этот процесс оживили, что ли, реанимировали его. Провели оптимизационные мероприятия, посмотрели, насколько можно снизить себестоимость и запустили. Наработали первую партию продукта. Затем провели первичное исследование рынка, для того, чтобы было понимание, насколько продукт востребован, по какой цене его можно продать, кто наши конкуренты, можем ли мы с ними реально конкурировать. Потому что рядом с нами Китай, такой производитель, с ним же очень сложно конкурировать. Сегодня мы видим, да, продукт есть, да, мы умеем его выпускать, да, эффект есть от того, что мы провели эти мероприятия. И вообще у меня очень серьезные надежды на то, что этот продукт получит развитие. Более того, когда ты какой-то один продукт запускаешь, вокруг него же другие можно бизнесы строить. Например, ты ангидрид запускаешь, там, допустим, можно трифлаты каких-то металлов делать, если они будут востребованы. Самим производить кислоту, трифторметан, кульфокислоту, да. И вот этим мы сейчас занимаемся. Вот этот проект у нас, он, ну, наиболее такой является продвинутый. Есть еще проект, который тоже неплохой и тоже инновационный продукт. Это производство сорбентов. Ну, я вот просто для примера говорю. Этот проект основан, ну, основан на том, что у нас вот есть технология, разработанная совместно с ней и графитом, нашим вот отраслевым институтом. Вот. И самое главное то, что вот производство сорбентов, оно может быть организовано на основе нашего сырья, местного сырья. То есть независимое ни от каких поставок, там, за рубежа из Китая или откуда местное сырье. И продукт инновационный, он востребован и в химической промышленности, и в оборонной промышленности может быть даже востребован. Вот. И приблизительно, если все нормально будет, то примерно сулит нам, если при нормальной реализации, при сбыте, который мы прогнозируем, порядка 200 миллионов рублей в год и порядка 30 рабочих мест. По нынешним временам это очень неплохо. Это вот проекты, которые у нас, ну, наиболее вот продвинутые. Есть еще ряд проектов, которые вот в работе. Понятно. Ну, очевидно, что все эти проекты будут осуществляться на промышленной площадке комбината. И в этой связи возникает вопрос, насколько безопасно соседство вот таких производств с вашим урановым основным производством? Да, ну, понимаете, на самом деле ведь у нас всегда исторически было как. То есть вот было урановое производство, конечно, вот разделительное. Было сублиматное производство, но тоже самое урановое. Там есть определенная радиационная нагрузка, все это понятно, да. Но в то же время и были не ядерные производства всегда. Но обеспечивающие производство, например, там, цех связи, там, ну, вот, автомобильный цех, допустим, прибористы, там, электрики, они же ведь с ураном напрямую не работают. Тем не менее, они всегда были. Вот огромный... У нас работал завод РМЗ, так называемый, ремонтомеханический завод, да, который емкости для нас вот делал, выпускал, когда мы отвал хранили у себя. И они считалось, что они работают, ну, и по факту работали в нормальных условиях. Так же и тут. Такой опасности нет. Почему я это говорю еще точно, это знаю, потому что вот где урановое производство у нас, ведется строжайший дозиметрический контроль, строжайшая радиационная безопасность соблюдается. Все графики, все мы это дело контролируем, и состояние рабочей зоны, потоки, сливы, выбросы, сбросы, все это контролируется. Кроме того, мы под наблюдением всевозможных государственных контролирующих органов, и также мы совершенно можем это точно сказать, что здесь у нас проблемы никакой нет. И кроме того, еще следует добавить, что все те здания, сооружения, оборудования, которые, ну, у которого истек срок эксплуатации, которые там, ну, подлежат выводу из эксплуатации, демонтажу, утилизации и так далее, вот эта программа, она у нас ведется. И ведет, есть у нас, реализуется на сегодняшний день федеральная целевая программа по выводу из эксплуатации, ну, вот, ядерного наследия прошлого. Это демонтаж зданий, демонтаж сооружений, работа с радиоактивными отходами, компактизация их, затаривание соответствующие контейнеры для того, чтобы их передать соответствующие, ну, для хранения дальнейшего. Понятно. Ну, может так. Александр Викторович, хочется спросить еще вот о чем. Комбинат за все годы своей деятельности снискал такую уважительную, что ли, марку социально ответственного предприятия в городе Ангарске. Известна его благотворительная деятельность по поддержанию или поддержке коллективов, предприятий, учреждений социальной сферы, шефскую помощь, которую проводил комбинат, ну и так далее. Вот эта тенденция будет сохраняться в перспективе или она будет сворачиваться? Значит, вот я уже сказал, что мы подготовили бюджет на этот год. И вот эти все вопросы, ну, финансирование, да, они занесены, они в бюджете в нашем занесены. Вот я хочу сказать, что для работников комбината у нас реализуется 8 социальных программ. То есть, начиная ДМС, добровольно-медицинское страхование, и кончая спортом и культурой, которые также тоже нами финансируются. У нас есть социальный заказ на проведение этих мероприятий. Это все будет. И, кроме того, тоже огромная у нас составляющая, я бы хотел тоже это подчеркнуть, важная история, это поддержка наших неработающих пенсионеров. Но это тоже запланированы в бюджете средства. И если так говорить, вот в цифрах, да, то в год у нас, ну, вот на данный год, на 17-й год, запланировано 92 миллиона рублей на вот эти социальные программы. Поэтому работу, связанную с социальными программами, будем вести. Кроме того, большая работа ведется и по взаимодействию, ну, вот с городом, с нашим, да, по части поддержания учреждений, допустим, медицинских или образовательных, или каких-то там лечебных учреждений, ну, как на полине благотворительности. На эти дела мы тоже запланировали средства. Этих средств, ну, несколько больше 5 миллионов рублей. Будем этой работой заниматься. И я считаю, это важнейшая история, важнейшая тема. Почему? Потому что надо очень четко понимать для себя. Для меня это вот просто уже как является истиной какой-то. То есть, никакой серьезный бизнес невозможен без взаимодействия такого позитивного с окружающей средой. Мы, собственно говоря, для чего и работаем. Для того, чтобы жить стало лучше, как говорится. Да, конечно. Конечно. Ну, вот в этом году комбинату исполняется 60 лет. Наверное, трудно обозначить 60-летие комбината, как ваш корпоративный праздник. Поскольку, ну, всегда комбинат вкладывал в городские дела очень много своего состояния, энергии, денег, ну, и всего, что угодно. Вот какие интересные мероприятия будут проведены в этом году, чтобы они, так сказать, заинтересовали гаражам? Да. Очень приятно слышать, что наш праздник, то видение праздника комбината – это праздник общегородской. Конечно. Это правда. Это на самом деле очень хорошо. И действительно так. По какой причине мы это именно рассматриваем в таком аспекте, я уже сказал. Потому что взаимодействие со средой – это важнейшая наша функция. И выстраивание вот таких отношений – это просто ключевая задача для комбината, для нашего. А что касается именно праздника, ну, вы знаете, у нас, опять-таки, запланированы на этом мероприятии средства, и так немалые. Но пока я бы не хотел так полностью раскрывать, потому что хотелось бы, чтобы праздник, он ведь еще характерен тем, что он такой приятный сюрприз с собой представляет. Есть рабочая группа, которая мероприятие разрабатывает. Вот уже часть мероприятия разработана. Вот могу сказать, что одно мероприятие, ну, вот хочу поделиться. Вы знаете, вот издавна, ну, еще сначала вот функционирование комбината с первого директора, наукшена Виктора Федоровича, он покупал картины ангарских художников, иркутских художников. И вот, если кто у нас бывал на комбинате, там, в оценительном коридоре, там вот галерея такая, картин есть, да. Вот. Мы хотим часть картин отреставрировать, ну, наиболее такие знаковые картины, вот, и их показать людям, какие вот есть картины, чтобы не только работники комбината были приобщены вот к этому прекрасному, но и вот все жители Ангарска тоже. Это вот как будет наш, одним из таких вот мероприятий, ну, вот к нашему юбилею, к празднику, который будет в октябре нами организован вот в этом году. Понятно. Александр Викторович, ну, и теперь я хочу задать вам вопрос по праву председателя общественной палаты города. Вы знаете, что мы сейчас реализуем в городе проект под названием «Памятник». Речь идет об установлении памятника воинам-победителям, первостроителям города. Большая серьезная работа, которая требует и серьезных средств для того, чтобы все это осуществилось. Средств пока не хватает, и мы, конечно, над этим работаем. Поэтому я хочу вас спросить, вот, каково ваше личное отношение к этому проекту, и будет ли участвовать комбинат финансовой поддержки этого проекта? Вы знаете, вот я считаю, что вообще я хочу сказать, что я очень люблю наш Ангарск. Люблю город, люблю комбинат, люблю людей, которые у нас работают. И наш город, конечно, заслуживает такого памятника. Это мое личное отношение. Потому что мы все понимаем, что жить в Сибири не так легко и не так просто. У нас тут и климат такой неблагоприятный, не южный. Но мы живем для, в том числе и для страны, в том числе и для того, чтобы бизнесы были, для того, чтобы тут была наша российская земля. Мы здесь должны быть, должны представлять здесь, должны здесь работать и жить. И вот я считаю, что памятники подобного рода, они должны быть установлены безусловно просто. Я, со своей стороны, свое отношение к этому таким образом выражаю. Ну и направили мы документы на согласование нашего участия финансового в сооружении этого памятника, в управляющую компанию. Надеемся получить согласие. Более того, я уверен, что согласие это мы получим. И очень бы хотел, чтобы это все реализовалось и памятник был. И самое главное, чтобы в строительстве этого памятника было наше участие, нашего комбината. Александр Викторович, я от имени нашей телекомпании благодарю вас за участие в этой сегодняшней передаче. И желаю вам успехов в вашем... Спасибо. Спасибо. Спасибо за добрые слова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!